Развлекательная индустрия Ульяновска В первые появился боулинг. В разных странах находят прототипы шаров и кеглей. Так еще в 3-4 веках нашей эры в Германии существовала игра, похожая на современный боулинг, которая носила религиозный характер. Были также периоды в истории, когда боулинг считался азартной и порочной игрой. И лишь в конце 19 века боулинг стал таким, каким люди знают эту игру сейчас. В свое время игра с шаром и девятью кеглями стала настолько популярной, что ее решили запретить на законодательных уровнях. Однако любители машины выхода из ситуации поставят за поле вот эту, десятую кегли. Боулинг становится массовым видом спорта после того, как в 50-е годы изобретают устройство для установки кегль – пинспоттера. Отныне владельцы всех боулинг-клубов перестали нанимать пинбоев, специальных мальчиков, работающих с кеглями. В общем, прогресс не заставил себя долго ждать. Теперь в каждом боулинг-центре есть машинное отделение. Сейчас машинным отделением нестандартная обстановка. Здесь тихо, но буквально через 5 минут 12 дорожек начнут свою игру. И вот эти машины, пинспоттеры, начнут шуметь. Дан старт игры, и машины набирают обороты. Соответственно, угол в технической комнате стоит такой, что закладывает уши. Шары летят, кегли падают, а автоматика собирает и расставляет их на дорожке. Следит за работой технического блока «Механик». Прихожу, осматриваю, включаю, проверяю работоспособность машин. В процессе игры слежу за тем, как машины работают, что-то подправляю. Механик проверяет все железо перед началом игры и отслеживает поломки в процессе. Смазывает детали, петли, болты, чтобы игра на дорожках шла без перебоев. У «Механика» есть целый набор инструментов, чтобы в случае необходимости подправить работу машины. Вообще, машины настолько умные и неприхотливые в работе, что практически исключают сбой игры на дорожках. А еще есть небольшая хитрость, так сказать, палочка-выручалочка, которую придумали проектировщики машин. Это два комплекта кегель на одной дорожке. «Когда мы играем в боулинг, мы не задумываемся о том, что в машине уже заложено два комплекта. Пока мы шаром сбиваем один, второй уже устанавливается на нужное место. На самом деле это просто чудо, а не машина». За счет этого экономится время и игра идет быстрее. Считается, что машинное отделение – это сердце боулинга, а артерии – это дорожки. Они разделены на несколько частей. Зона разбега сделана из клёна, покрыта сверхпрочным лаком и отполирована, чтобы на ней можно было скользить. Дальше идет линия броска или линия заступа. За ней, собственно, дорожка, по которой пускаются шары. Эта часть поверхности изготовлена из более мягкой сосны. В разных формах боулинга кегли и шары определенных размеров, поэтому каждый выбирает ту игру, которая ему по душе. Ну а в целом главное в игре – это хорошее настроение и позитивный настрой. А еще немаловажно, что можно посоревноваться командами. Мы как раз приехали в боулинг перед началом корпоративных состязаний. Боулинг – это интересно, это классно, это круто. Поэтому всем рекомендую на постоянной основе посещать данное заведение. Ну и, естественно, принимать участие в конкурсах. Сама игра в боулинг идет по системе 10 кеглей и состоит из 10 фреймов. Игрок бросает два шара в каждом фрейме, если только при первой попытке не произошел страйк, когда при первом броске шара сбиваются все кегли. Страйк оценивается в 10 очков плюс число кеглей, сбитых игроком за последующие два броска шара. Если страйка не произошло, то игроку начисляется столько очков, сколько кеглей он сбил. Если честно, я вообще не умею играть в боулинг. Это второй раз, когда я играю в боулинг в своей жизни. Но на самом деле это не самое главное. Ведь самое главное – это реально крутая компания, люди, с которыми можешь получить такое позитивное настроение, такой позитивный настрой. Мне кажется, это важнее, чем умение реально играть в боулинг. Боулинг – широко признанный и популярный вид семейного отдыха, а также профессиональный вид спорта. Кстати, Международная федерация боулинга сегодня объединяет 125 национальных федераций. Решаю на себе ощутить все прелести игры. Может втянуть со временем и перейду из любителей в профессионалы. Но это завтра, а сегодня начинаю с того, что иду к стойке администратора. Мне выдают обувь по размеру, и я переобуваюсь. Прохожу дальше к дорожкам, где специальный человек проводит небольшой инструктаж для новичков по правилам игры. Это лично мои три правила для новичка, я всем советую. А первое – получается удовольствие от игры, для чего мы сюда приходим. А второе – не потянуть себе ничего, то есть соблюдать правила безопасности, сохранить свое здоровье, чтобы первое правило ни в коем случае не нарушилось, чтобы остался только позитив. Ну и третье правило – это не поломать местное оборудование, дабы не пришлось себе портить настроение и выполнить штрафов. Вот и три правила, с которыми боулинг становится интересным любому любителю. Прослушав правила, мы вместе с инструктором идем на дорожку, чтобы теорию применить на практике. Важно правильно выбрать шар, чтобы не было тяжело и пальцы пролезали в отверстие. Кстати, для профессионалов шар – это не роскошь, а средство к достижению более высоких результатов. Считается, что вес идеального шара должен составлять одну десятую веса тела игрока. Чтобы выбрать шар по размеру, можно положить кисти рук одну на другую, ладонями вверх, локти сдвинуть и на вытянутых руках поднять шар перед собой. Если вы уверенно продержите шар на весу больше пяти секунд, поздравляем, размер ваш. Дальше нужно отработать позу, когда одной ногой отталкиваешься при броске, а на вторую опираешься. Еще параллельно следует следить за тем, чтобы не заступить за черту на дорожке, иначе бросок не будет засчитан. Дальше дело времени и тренировок. Через пару бросков приходит азарт. Ты пробуешь кидать шар уже разными способами, и вдруг понимаешь, что где-то даже подкручиваешь его, чтобы он катился по нужной траектории. Та-дам! Азы освоены. В процессе игры начинаешь искренне радоваться страйку, и очень расстраиваешься, когда кегли остаются на месте. В общем, веселье льется рекой, способствует этому отличная музыка и хорошая компания, плюс спортивный интерес. Время летит незаметно, а после игры чувствуешь не усталость, как принято, а прилив сил. Вот и закончился наш один день в боулинге. Вывод следующий. Отдыхайте чаще и активнее. Я сегодня, к примеру, потратила 270 калорий, поиграв один час на дорожке. Боулинг – это отличное настроение, приятный отдых с друзьями, новые знакомства, интересное и полезное проведение досуга, активность, динамика и, самое главное, азарт и здоровый образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова